32-я конференция регионального отделения «Единой России» прошла на базе лицея номер 101. В работе приняло участие порядка 600 делегатов. Одним из ключевых вопросов повестки мероприятия стала кадровая ротация. Так в состав Президиума регионального полицовета вошли заведующие отделением УЗИ Ульяновской областной детской клинической больницы Вячеслав Белов, директор губернаторского лицея номер 100 Владимир Абласов, секретарь Димитровградского местного отделения Михаил Ховрин, исполняющий обязанность директора Ульяновского государственного технического университета Надежды Ярушкина. Они заменили вышедших из состава по собственному желанию главу Ульяновской Сергея Панчина, депутата законодательного собрания Марию Рогаткину и депутатов Ульяновской городской думы Антона Антипова и Дениса Седова. У нас хорошие перспективы. Нам просто нужно быть смелее во всех отношениях. Смелее, еще раз смелее. Не стесняться говорить о наших достижениях, говорить убежденно, носить значки партии «Единая Россия» и не стесняться в своих коллективах представляться, что вы представляете ведущую партию нашего региона и страны. Партийцы подвели итоги работы в уходящем году и рассказали о планах на следующий политический период. Было отмечено, что «Единая Россия» в Ульяновской области взяла на себя обязательства по контролю за реализацией национальных проектов. Кроме этого, сейчас углубляется диалог между партией и властью, а также активизируется работа по защите прав граждан. Ряд предложений партии прозвучало и в проекте областного бюджета на 2020 год. Изменения в основном направлены на обеспечение качественной медицинской помощи, реализации нацпроектов, строительство новых школ и детских садов, укрепление материальной технической базы учреждений культуры. Мы сегодня обсуждали, в первую очередь, механизмы совершенствования, вовлечения людей в комфортную среду, их максимальное участие как в обсуждении, так и в проектировании на предпроектном этапе. Мы обсуждали, что комфортная среда – это не только бетон и асфальт, это еще и необходимость применения комплексного озеленения. Сегодня такие возможности есть, их надо выводить на уровень системы на территории города и региона. Губернатор Сергей Морозов вручил активистам партии благодарственные письма, после чего отказался от большого доклада и сделал короткое сообщение о том, что до конца года пройдет масштабное переформатирование работы областного правительства. До конца этого года правительство Ульяновской области будет отправлено в отставку, и мы очень серьезно перегруппируем структуру, систему, модель управления Ульяновской области для того, чтобы в полном объеме выполнить все взятые на себя обязательства перед населением. Также на конференции избрали делегатов на Всероссийский съезд «Единой России», который пройдет 23 ноября в Москве. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улл. Правда. ТВ. Руслан Баталов. Новости Улл. Правда.